Детки Меня зовут Аннушка, и пришла я к вам в гости, чтобы рассказать сказку. Вы же любите сказки, правда? Да! Очень хорошо. Подождите, но я совершенно забыла, как называется эта сказка. Ой, подождите, подождите, я, кажется, вспомнила. Нет, это не та сказка, а может, тоже нет. Что мне теперь делать? О шалунишках. А? Кто это? Что это? А, это ты, маленькая мышка. Так что ты говоришь, какую я сказку буду зрителям показывать? Я ведь сказала о шалунишках. Неужели ты забыла? О шалунишках. Точно, о шалунишках. Но чтобы начать эту сказку, нам нужно позвонить в театральный колокольчик. Так, но подождите, подождите. Как начинать эту сказку, если самих шалунишек здесь нет? Ну, мы уже пришли. Мы правда уже пришли. Шалунишки уже пришли. Можем начинать. Шалунишки приготовились. Мы начинаем. Можем начинать. Можем начинать. Шалунишки приготовились. Шалунишки готовились. Шалунья. А, шалунья, чего тебе шалунь? Скучно. Правда. Правда. Я вот думаю. Да о чем ты думаешь? Ну-ка расскажи. Я думаю о том, что когда я буду такой большой, красивой и умной, как наша мама, то я буду золотым пенухом. Конечно, взрослым хорошо, и все можно. И можно ходить на пул, и плевать человеком, и можно поздно ложиться спать. Им все разрешается, но они не могут играть в стрятки. Не могут? Ну почему? Да потому что для взрослых это зазорно, а для нас не зазорно, а для нас нет. Потому что мы маленькие цыплята. Конечно, маленьким хорошо. Очень хорошо. В салон давай поиграем, ищи меня. КОНЕЦ КОНЕЦ Шалунья! Шалун! Ты здесь, мамочка! Пора ужинать. Здесь для вас вкусные зернышки. Их нужно съесть все до последнего. КОНЕЦ Вы уже все съели? Да, мамочка. У меня тоже ничего не осталось. Молодцы, мои маленькие. Я очень довольна. Мамочка, а мы когда-нибудь вырастим? Конечно. Скоро вы будете большими и сильными. Такими же большими и сильными, как и ты. И такими же умными? Да. И мы сможем летать? Конечно, Шалун. Потому что ваши крылья вырастут и станут сильными. Я смогу летать даже на эту зубую ограду. Даже на эту ограду. И еще выше. И я тоже. И ты тоже, Шалунья. Я буду взлетать на крылья. Я буду взлетать на крылья. Шалунишки, хватит играть. Пора спать. И еще немножко. Мамочка. И еще чуть-чуть. Еще пять минуток. Ничего не поделаешь. Уже пора. Вы же знаете, что сегодня я должна навестить соседку-кокладку. Бедняжка порезала ногу и целую неделю болеет. Можно мы пойдем с тобой, мамочка? Мы очень просим. Пожалуйста. Я не могу вас взять с собой. Нет и еще раз нет. К соседке-кокладке нужно идти лесом. А вы знаете, кто недавно поселился в нашем лесу? Самый страшный враг всего курильного рода. Хитрая лиса. Лиса? Лиса? Да, мои дорогие. Если с вами что-нибудь случится, я этого не переживу. Лиса очень плохая. Правда, мамочка? Очень даже плохая. И к тому же она любит охотиться на куриц. И на цыплят тоже? К сожалению, и на цыплят. Мне страшно! Мне страшно! Мне тоже страшно! Успокойтесь, шалунишки! В нашем дворе вам нечего бояться. Через нашу ограду даже лиса не переберется. А если подкрыгнет и перелетит? Вот-вот! А если перелетит? Не перелетит, потому что у нее нет крыльев. И она не умеет летать? Не умеет. Шалун, иди сюда, я тебе кое-что схожу. Эта грана ее совсем не боится. Мы вообще ее не боимся. Не страшно нам вовсе лисы. Не страшно нам вовсе лисы. Мы лису не пустим лиска. Мы лису не пустим лиска. Шалунишки! Конечно, это правда, что лиса не умеет летать. Но зато она хитрая, лукавая и коварная. И об этом нужно всегда помнить. Если я ее вижу, что? А если я ее вижу, то тоже. Я рада, что у меня такие храбрецы. Но все же нужно остерегаться лисы. А сейчас я положу вас спать. Потому что уже поздно. Ложитесь спать, Шалунишки. И помните, что я рассказала вам о лисе. Мы помним, мамочка, помним. Ну, а теперь спите. А я пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка. Так, теперь надо проверить, все ли закрыто. Ограда у нас крепкая. Каритка заперта. Ну вот, можно идти. А вы уже поняли, о каком таком коварном, лукавом и противном говорила курица-мама? О лисе? Да, да, правильно. О лисе. Что же будет дальше? Мама курица ушла к соседке, потому что та заболела. Шалунишки спят, калитка прочная, ограда тоже. Что же будет дальше? А давайте мы с вами и посмотрим. Лиса любит поесть печенье, варенье, но больше всего лиса любит цыплят. Вы же не станете помогать лисе, когда она сюда придет? Нет. Очень хорошо. Ой, а вот, кажется, и сама лиса. А давайте мы посмотрим, что она замышляет. О, фе-фе-фе-фе-фе-фе. О, фе-фе-фе-фе. О. Я такая голодная, и время ужина давно прошло. О, здравствуйте, дети, мое почтение. Я хочу вас кое о чем спросить. А скажите, пожалуйста, не потерялся ли в вашем зале какой-нибудь цыпленок? Нет. Нет? А не большой? Нет. Ну, даже совсем-совсем маленький? Нет. Нет? Эх, жар, очень жар. У меня так урчит в животе, что мне просто срочно нужно поговорить с каким-нибудь цыпленком. Эх, а может, где-то рядом. Вы видели курятник? Нет. Тоже нет? Эх, странно. Что там им удрить? Ничего они не видели, ничего они не знают. Ох, постойте, постойте, постойте. А не курятником ли это пахнет? Ах, обманщики! Гадкие бессонистные обманщики! Ведь я так хорошо чувствую этот прекрасный запах. Ладно, я вам прощу этот обман, но вы скажите хотя бы, как их зовут, чтобы я могла их кликнуть. Нет. И этого они не скажут. Ну, ладно, я знаю, что делать. Ведь я хитрая, лукавая и коварная. Фу! Какая противная крепкая ограда. Ну, почему каждый двор, по которому гуляют куры, окружен оградой? Ведь это так мешает работать. Ну, ладно, я знаю, что делать. Сык-сык-сык-сык-сык-сык. Кхе-сык-сык-сык-сык-сык-сык. Шалун, кажется, мамочка нас зовет. Прекрасно! Сказала Шолика, сып-сык. А уже знаю, что, во-первых, цыпленка зовут Шаун. А во-вторых, что пулицы нет дома. Прекрасно! Сык-сык-сык-сык-сык-сык. Уже бегу-бегу! Это ты, мамочка? Да, Шаум, это я. Открывай скорее калитку. Шаум, ты где? Шаум! Ну вот, еще раз этой противной и коварной лисе пришлось перехитрить Шауна. Но я все-таки думаю, что это случилось, потому что Шаун был немножко заспан и не помню, что ему говорила мама. Что будет дальше? Кто поможет Шауне? Справится ли она сама? Ой, давайте мы с вами и посмотрим, что будет дальше. Маловато шишек для хорошего костра. А костер должен быть большим, иначе цыпленка не испечь. Беченый цыпленок, вкуснее не придумаешь. Выпусти меня сейчас же, противная лиса! Выпущу, конечно выпущу, но сначала посиди немножко в заперти, иначе ты куда-нибудь денешься. А что же тогда я буду есть? Выпусти меня! Выпусти! Не кричи! Все равно тебе никто не поможет. Я пойду за шишками. Это недалеко, а ты не ори во всю годку, а то похудеешь. Но почему я не послушал маму? Вот лисе на зло возьму и похудеешь. Только кто-то ждет. Шалонья, я здесь! Здесь! О, мой бедный братик! С тобой ничего не случилось. Еще нет. Но мне, говорит, страшно опасно. Лиса собирает шишки, она хочет раздеть в гостерк и спеть меня и съесть. О, какой ужас! Шалон, ничего не бойся. Как только эта противная лиса вернется, я ее тут же. Шалонья, погоди, жалонья, она большая и сильная, тебе не справиться. Тихо! Что ты идешь? Быстро спрячем! Я мышка-малышка, всего я пугаюсь. Одной так трудно мне жить. Ах, если бы знать, где повстречать того, с кем можно дружить. Мышки-малышки вечно боятся. В этом ли дело? Конечно же нет. Но мышки-малышки вам пригодимся. Хоть и не смелы, нет-нет. ПЕСНЯ 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 Кто это здесь пел? Ты, Шалон? Да, дядя Лиса. Конечно, это я. Ха, интересно, а чего это тебе так весело, что ты начал петь, а? Ну, это совсем не веселая песенка, это песенка... Тише, тише, не болтай много, а то похудеешь. Так, осталось найти еще пару шишек, и можно готовиться к хорошему обеду. Смотри у меня шалун. Ой, ты кто? Шалунья. Мне во что бы то ни стало, надо вырвать братика из рук лисы. А, так того самого цыпленка, запертого в норе лисы, шалун зовут? Да, да, мышка, ты нам поможешь? Мы должны что-нибудь придумать. Хорошо, но что придумать? А, кроме того, я, я очень боюсь. Я тоже, мышка, но сейчас мне некогда бояться. Я должна что-нибудь сделать, чтобы лиса выпустила шалуна. Я знаю, нам надо посоветоваться. Пошли, мышка. Не волнуйся, шалун. Может, нам удастся тебе помочь. Спасибо, мышка. Но я правда не знаю, что делать. Я тоже не знаю. Но лису нужно перехитрить. Это уж точно. Перехитрить? А как? Я не знаю, что ей сказать. Как только я вижу лису, я сразу прячусь в норку, потому что там она до меня не доберется. Ура! Я знаю! Как только я увижу лису, я взлечу вот на это дерево. Потом ты, мышка. Потом ты, шалун. Ура! Ура! Придумали! Придумали! Ура! Что за шум? В чем дело? Невероятно! Прекрасно! Я их прям вижу второго цыпленка. Только этот второй слишком высоко сидит. Слезай немедленно. Все нормальные цыплята ходят по земле. Не следую, потому что ты не выпускаешь моего братика. Я? Не выпускаю! Да я заперла его только на минуточку, чтобы бедняжка случайно не заблудился в лесу. Я не верю тебе, лиса! Слезай немедленно. Если следишь, я выключу шалуна. Ничего не выйдет, хитрая и коварная лиса. Я спущусь вниз, когда шалун окажется на свободе. Ну, пожалуй, я ничем не рискую. Если оба цыпленка окажутся на земле, я уж с ними точно справлюсь. Помни, шалунья, какая лиса добрая и великодушная. Продолжение следует... Продолжение следует... Ура, ура! Победили, победили! Ура! Мышка, а почему ты не радишься? Я все еще немного боюсь. Не бойся, мышка, леса заперта в своей норе. Мы спасены, понимаешь? А что-то, мышка, ты храбрая. Это все потому, что я очень хотела вам помочь. Где вы, детки? Мамочка, мы здесь, здесь. Ах, мои дорогие, с вами ничего не случилось. Я же тебе все расскажу. Сначала меня поймала и запила эта лиса. А больше всего нам помогла мышка. Она очень рада. Спасибо тебе большое, маленькая мышка. Вот видите, шалунишки, мышка оказалась вашим настоящим другом. Молодец, мышка. Молодцы, шалунишки. Извините, пожалуйста, но я бы хотела вас кое о чем спросить. Но разве бедному лису никому не жалко? Посидишь пока. Ты заслужила наказание. А ну, выпустите меня сейчас же! А то что? А то я вас всех съем! Ха-ха-ха! А-а-а! Вот так и закончилась наша сказка о шалунишках. Скажите, пожалуйста, вам хоть понравилось? Да! Очень хорошо! Ну, а сейчас я хотела бы вас познакомить. Кто же все-таки озвучивал наших маленьких персонажей? Шалун! Алексей Богачанов! А-а-а! Их мама, курица! Виктория Никона! А-а-а! Старшая сестра Шалуна! Шалуния! А-а-а! Синяя Богачанова! А-а-а! Мышка! А-а-а! А-а-а! Виктория Ключникова! Ну и, конечно же, я! А-а-а! Мышка! Мышка! Красиво! Виктория Ключникова! Попробовка! И дали вам от нас вот такие подарки.